Всем привет, это видеоблог серийный продюсер, меня зовут Николай Пак. Мы продолжаем цикл наших видеоблогов под названием «10 шагов к созданию сериала». И сегодня шаг четвертый, который называется «Команда». Итак, про команду. Значит, предположим, что у вас уже ваш сценарий приняли, договор подписан, канал выделил или не выделил предоплату, нашлось финансирование, значит, вам нужно собирать команду, которая будет снимать ваш сериал. Первый человек, которого вы должны найти, это не режиссер. Понятное дело, что если это кино, а не сериал, или если это сериал какой-то очень специфический, который может снимать только человек с таким видением, то, наверное, нужно заявить сразу режиссера. Но, по сути, обычно, если это какой-то сериал, который у вас канал заказал, потому что там классный сценарий, вы сначала находите исполнительного продюсера. Продюсер, который делает уже более детальную смету, который составляет определенный КПП с планировщиком, который видит, как этот проект можно осуществить. Вам тоже очень важно во всем этом разбираться, но основной организацией будет заниматься исполнительный продюсер. А если говорить про какие-то ошибки или эксперименты, которые я делал в самом начале, я только пришел из бизнеса торговля нефтепродуктами, занимался еще какими-то видами бизнеса, и только пришел, и я, знаете, такой в бизнесе есть оптимизация расходов, хотел ввести какие-то новаторские вещи. И вот одно из таких нововведений я решил снимать без исполнительного продюсера. Ну, мне повезло, потому что наш второй режиссер был по образованию тоже продюсером, имел какой-то опыт. В общем, ну, исполнительный продюсером, в общем, я назначил себя. С одной стороны, было хорошо, потому что, как предприниматель, должен в каждом бизнесе вникать, понимать, как бы, ну, из чего состоит этот бизнес. И в этом плане этот опыт мне очень пригодился. С другой стороны, я сделал несколько ошибок, подошел к этому так, что генеральный продюсер совмещает все функции исполнительного продюсера. Кроме этого, я еще не имел опыта. Поэтому некоторые конфликты в команде, некоторые конфликты, которые я сам спровоцировал, все равно была какая-то цена вот у этого решения. Ну, если еще продолжать тему моих попыток нововведения, вот, то я подумал, что можно объединить там художника по костюмам и художника-постановщика. И у меня действительно на этом проекте был один человек, и на эти две главные должности, то есть, каждая из них – это постановщик. И мы нашли человека, который учился и на того, и на другого, и имел опыт быть и художником по костюмам, и художником-постановщиком. И я, в общем, включил свой дар убеждения, убедил человека, чтобы она, Лея, прости меня, работала на этом проекте на двух позициях. Я думаю, что эксперимент вышел не очень удачным, потому что, ну, ей пришлось выполнять очень большой объем, и потом это нужно было все на 7 минут нареагировать на площадки. Она, в общем-то, справилась, но не думаю, что она была сильно счастлива. Что очень важно понимать с группой? Первое – это вот, как я уже перечислил, есть основные позиции. Это режиссер-постановщик, оператор-постановщик, first ID, как называют, либо второй режиссер на площадке. Очень важный человек – второй режиссер по планированию. Бывает, что второй режиссер на площадке совмещает работу второго режиссера по планированию, но это когда небольшой проект и несложное планирование. А так обычно это два человека. Дальше идут художники, то есть художник-постановщик, художник по костюмам, художник по гриму, кастинг-директор. Кастинг-директор – это, наверное, третий человек, которым вы нанимаете. То есть исполнитель-продюсер, потом режиссер-постановщик, потом кастинг-директор. Нужно понимать, что когда вы собираете эту команду, бывает так, что все такие классные ребята. Может быть, и некоторых из них вы знаете долгое время. Но надо понимать, что это команда, которой вы будете работать достаточно долгий период, ну, там, как минимум, обычно, там, месяц. Это довольно-таки такое физическое, это непростое испытание. И понятное дело, что группа может быть веселой, она может быть уже профессиональной, уже привыкла к такому ритму. Но в любом случае вы должны быть готовы к тому, что эмоции у людей бывают разные. Вы должны это учитывать, что это долгий поход. У вас должна быть выбранная, правильно выбранная стратегия в том плане, что правильно выбранная дистанция с людьми. Нельзя сильно от них отдаляться, с одной стороны, потому что тогда будет этот вот ген-продюсер, и никто не видит, вечно там они там, вы бога, денег наберут, а нам оставляют копейки, он даже не знает, что происходит на площадке и так далее. С другой стороны, нельзя понебратствовать, потому что, опять-таки, в долгую это может каждый постановщик, каждый человек подходит со своими личными просьбами. Нужно понимать, что эмоциональный фон – это тяжелый труд, и поэтому реакция у людей может быть разная. Вот к этому надо быть готовым. Почему на все это нужно обращать внимание, на состояние команды и как с ними общаться? Потому что съемочный период идет очень гладко, то, в общем-то, ген-ген-продюсер, он даже там не нужен, он не появляется там и так далее. Но как только возникают проблемы, они всегда возникают, то надо иметь в виду, что все проблемы возвращаются ген-ген-продюсеру. То есть ген-продюсер, он не может там уволиться, заболеть, уйти на другой проект, психануть, заплакать или что-то еще. Этот проект останется с ген-продюсером, в отличие от остальных участников группы, которым, конечно, в принципе, тоже плохо, если они уходят, но не настолько как бы важно это все-таки. Поэтому вот это нужно всегда держать в голове. Эти люди классные, если они дойдут с вами до конца, но, возможно, кого-то из них вам придется уволить. И поэтому эту дистанцию нужно держать правильно. Еще один фактор, который вам необходимо учитывать, когда проходят команды читки, с постановщиками всегда проходят читки, сценарии. У нас есть такая, как сказать, парадигма, что у нас обычная съемочная группа, ей всегда не нравится сценарий. А это я называю у нас в нашем кинопроизводстве такая у нас игра в гениев, скажем так. В общем, в воздухе висит такая парадигма. Ну, в общем-то, у нас режиссеры-постановщики, они гении. Операторы-постановщики, они тоже все гениальные. И художники, и все, в общем-то, все гениальные. И они бы все сняли бы классное, шедевральное казахское кино, если бы не сценаристы. Вот ваша роль в этом процессе – защищать сценарий. Ну, ваша роль вначале – сделать так, чтобы сценарий был хорошо написан. Но как бы он ни был написан, на этапе препродакшена и во время съемочного периода ваша задача – защищать сценарий. Почему? Потому что если вы встанете на их сторону, да, сценарий плохой, ну, если его писали не вы, то завтра у вас оператор-постановщик что-то забудет снять либо снимет как-то не так, потому что сценарий плохой. Художник-постановщик забудет что-то, потому что он и так запутался во всей этом хаосе, в этом бардаке, в этом сценарии, где все нелогично и так далее. И так каждый. Поэтому сценарий нужно защищать вам. Больше никто его не защитит. Ну и кроме этого, конечно, как всегда, история о том, что режиссеру-постановщику сразу никогда не нравится сценарий. Даже если потом режиссер-постановщик может получать за это награды, ну, естественно, идет разговор о том, что вот в начале сценарий был не очень, а потом как бы мы его спасли. И нужно понимать, что группа, несмотря на то, что они давно профессии, они знают кино изнутри и так далее, группа – это далеко не зритель. В какой-то момент вам покажется или вам кто-нибудь, возможно, скажет, что немножко глупо, подкисло, мне кажется, сейчас нужно сказать какую-то вдохновляющую речь, мотивирующую и так далее. Мое мнение, что это особо не работает. Если бы вы снимали, вам надо было только закончить один день, и вот надо людей на подвиг позвать. Сделайте это, и все закончится. Возможно, это будет работать. Вы имеете дело с профессионалами, после вашего проекта они выйдут на другой. И, в принципе, в сезон все профессионалы в каком-то таком полууставшем состоянии. Я небольшой сторонник этого, каких-то там речей, вдохновления, то есть какой-то мотивации вдохновить людей на что-то. Люди приходят делать свою работу, и нужно требовать, чтобы эта работа была качественной. Ну, естественно, какие-то слова поддержки, одобрения, либо где-то пожурить, покритиковать, конечно, это как и в любом коллективе, ну, как бы это нужно делать. Итак, это был четвертый шаг в нашем цикле под названием «Команда». Надеюсь, все, что я вам рассказал в этом выпуске, будет полезным и интересным для вас. Это был видеоблог «Серийный продюсер». Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока!